В Красноярске сотни бездумных собак. На их отлов из бюджета города выделили 1 миллион 400 тысяч рублей. Контракт вступает в силу 6 февраля. С момента подписания, видимо, начнется большая охота. Уже есть 422 заявки на отлов. Механизм работы простой. Собаку ловят, потом ее осматривает ветеринар. Если она агрессивная, то животное усыпляют. В ином случае собаку стерилизуют и везут в Заозерный, где организован приют. Это в 130 километрах от краевого центра. После четвероногих отпускают или отдают новым хозяевам. Сейчас подряд на организации работает 13 человек. Они как раз и будут отлавливать бездомных псов. Эта работа же будет проводиться круглосуточно двумя бригадами. Днем и ночью. Этот контракт рассчитан у нас, контракт на год. По возможности будем работать. Это же так, что мы с копом приехали, кого-то забрали и уехали. Они же не сидят, нас не ждут. Это, во-первых, первые дни будет эта работа с населением проводиться. Мы же сразу не приступим, но там где-то есть животное, где-то отлавливаем. Четкого плана, сколько необходимо отловить собак за год, у подрядной организации нет. Деньги они получат, если будет документальное подтверждение за каждую собаку. Это должна быть фотография пойманных животных и подпись члена общественной организации. Последние, к слову, не уверены, что денег хватит отловить даже тысячу собак. Когда мы считали по эвтаназии, по отлову, просто на одни препараты, у нас получилось полмиллиона. Только на препараты. Дешевле мы не смогли. Но если под эвтаназию, то там в пределах тысячи вместе с транспортировкой мы считали. Если по стивилизации, у нас получилось 2800 рублей. В департаменте городского хозяйства пояснили, что готовы после выполнения этого контракта выделить еще средства на отлов. Главное, чтобы работа выполнялась качественно и в соответствии со всеми правилами, так как неудачный прецедент уже был. Например, вот эти псы достались общественникам от предыдущего подрядчика. Все собаки кастрированные, но отпустить их на улицу рука не поднимается. Вот и ищут теперь хозяев. А в городской администрации тем временем внесли предпринимателя в черный список исполнителей. Что касается предыдущего исполнения работ, соответствующие проверки были проведены. Меры дисциплинарного взыскания были применены к ответственным лицам, которые допустили эти нарушения. С предыдущего подрядчика была взыскана сумма в размере 1,6 миллиона рублей. И в настоящий момент находится в судах еще штрафы на сумму порядка миллиона рублей. Поэтому все те действия, которые он совершил в разрезе с регламентом, пресечены и наказаны. В своей работе новый подрядчик обещает использовать для отлова специальные ловушки. Этот способ показал свою эффективность в городах по краю. Оставлять заявки на отлов можно по номеру 005. Екатерина Погорелова, Денис Тимошенко. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова